И компании Sony вновь подтвердили информацию о том, что PlayStation 2 уже готова. И уже в этом году разработчики начнут получать первые системы для разработки игр. Кроме этого стало известно, что в своем сердце эта новая консоль будет иметь всего один чип, в который будут интегрированы все необходимые компоненты. Таким образом, Sony станет первой компанией, которая сможет предложить покупателям систему с подобной архитектурой. Что же касается реальной даты ее выхода, то раньше конца 99-го года ждать эту приставку на полках магазинов не приходится. Скажем больше, если у Sony не появится в ближайшее время достойного конкурента, переход на новую технологию компания совершит только в следующем веке. Наконец-то Activision определилась с командой разработчиков для своей игры «Апокалипс». Как известно, некоторое время назад компания заключила договор с Брюсом Уиллисом на создание этой игры. И после этого Activision несколько раз меняли разработчиков, предъявляя к ним исключительно высокие требования. «Апокалипс» просто обязан был быть отличной игрой. Но на этот раз издательство, кажется, окончательно остановило свой выбор на Nevo Soft Entertainment. Пока для этой игры сделано очень немного, в частности в Motion Cup чат сняты движения Брюса Уиллиса. Разработчики планируют сделать довольно веселую игру, невзирая даже на серьезную жанровую принадлежность. Выйти «Апокалипс» должен зимой. Сегодня стало известно, что Cyberstorm 2, игра, разрабатываемая Dynamics, в скором времени уйдет в печать. Прочитать превью вы можете в февральском номере журнала «Страна игр» в большом обзоре, посвященном стратегиям в режиме реального времени. Официальная дата выхода назначена на 1 июня. Как стало известно, Sega планирует перенести дебют своей новой приставки с 15 на 21 мая этого года. Причина этому очень проста. Sega не намерена становиться на пути у своего потенциального партнера Squire. Все дело в том, что именно 15 мая Squire намерена представить долгожданную Final Fantasy, чей анонс мог бы потеряться в потоке информации по поводу следующей консоли от одного из основных участников рынка видеоигр. Обзор новостей компьютерных игр подготовлен совместно. Привет всем, кто, несмотря на все заумности и всякую техническую бильберду, все-таки дождался нашей встречи. Друзья геймеры, все, о чем говорилось в предыдущие 20 минут, конечно, важно, полезно и необходимо. Но нам-то с вами нужно что? Чтобы игрушки хватило процессора, памяти и места на диске. Ну, а все остальное, как говорится, зависит только от нас. Да, и еще бы, конечно, хотелось иметь русское описание, так сказать, процесса. А вот с ним-то как раз и беда. Несколько наших телезрителей, будто сговорившись, попросили просветить их насчет того, как играть в гольф. Черт. Честно говоря, я не тренер. И вообще, первый раз в гольф играю. Поэтому первым моим желанием было сказать, да не... Ну, в смысле, не посмотреть ли вам в интернете. Но потом я увидел, что за игрушка не дает покоя нашим зрителям. И сердце мое дрогнуло. Ой, ребятки бьются над шедевром от Electronic Arts Sports. А поскольку все, что издается этой фирмой, сразу становится бестселлером, то я как-то решил, знаете, помочь нашим новичкам. Итак, гольф-про от EA Sport. Прежде всего, нужно отдать себе отчет в том, что гольфа мы не знаем. И вряд ли узнаем по-настоящему ближайшие лет десять. Это совсем не значит, что игрушку надо отложить на это же время. Наоборот, то, что создали парни из Electronic Arts, заставит вас полюбить этот неведомый спорт, ну, подобно тому, как вы любите нашу программу. На первый взгляд цель до смешного проста. Надо железной клюшкой заколотить шарик в лунку. О, делов-то! Скажите, вы будете совершенно правы. Рано или поздно вам удастся совершить эту нехитрую операцию. Но проблема только в том, сколько ударов вам понадобится для достижения цели. Для начала бьюсь об заклад. Не меньше десяти. Ну вот, проклятая клюшка будет цеплять землю, шарик будет лететь черт знает куда. Поэтому слушайте внимательно. В левом нижнем углу экрана вы видите расстояние до цели. В правом нижнем углу вы можете выбрать тип клюшки. Разработчики заботливо написали, какая, насколько бьет. В том же углу вы можете лицезреть направление ветра и, соответственно, вносить поправки. Изначально ваша задача послать шарик как можно ближе к флажку. Специальный экран позволяет регулировать силу удара. Если вы просто щелкните мышкой по экрану, сила удара будет невероятной. Но и дальность будет желать лучшего. Поэтому двойным щелчком мыши устанавливайте необходимую силу, стараясь не попасть в красную зону. Кроме того, специальный экран дает вам представление о вашем местоположении и местоположении лунки. Вы можете также открыть дополнительные экраны, чтобы видеть себя во всей красе. Новичкам советую выбрать автоматический тип удара. Тогда компьютер подберет за вас и клюшку и сделает поправку на ветер. Ну а для профи, вроде меня, богатейший выбор клюшек и типов удара. Серьезные игроки ухитряются с двух щелчков послать шар в лунку. Но для вас это пока не актуально. Вам важно вообще куда-то попасть, чтобы вас пустили на другое поле. Ну, типа этого. Так что осваивайте премудрости этой игры, дерзайте. А для остальных, как всегда, системные требования. Windows 95, 16 мегабайт памяти, Pentium 133, рекомендуется 166 MMX. Саундбластер, CD-ROM, мышь или джойстик, поддержка 3DFX, сетевая игра и игра через интернет доставят невероятное наслаждение истинным ценителям гольфа. Ну что ж, друзья.